Что такое инклюзия? Как это изменит знакомый нам мир? Как это изменит знакомый нам мир? Она формирует эмпатию, она развивает общество. Это не всегда легко. Это учит нас адаптироваться к тому, что мы думали знаем. Мы не знаем, что это не всегда легко. Это не всегда легко. Это не всегда легко. Для этого, как у детей, которые имеют в виду, школа должна ответить на эти вопросы. Она бросает вызову структурам и основаниям. Она создает неопределенность и неуверенность. Мы приглашаем школы также думать о том, что они должны менять. Мы просим коммунисты нон-рома не думать о том, что они должны менять, в том, что мы хотим. Солидарность, хоэзия, лучше общество для всех нас. Но если мы все правильно делаем, мы начинаем видеть. Это выше всего. Мы связаны. И когда все действительно означает все, мы можем построить лучшее, инклюзивное будущее для любого человека. За последние 30 лет страны Центральной и Восточной Европы достигли огромного прогресса в переходе к инклюзивному образованию, основанному на правах человека. В период с 2005-2006 годов до 2015-2016 количество детей с инвалидностью в специальных школах уменьшилось с 78% до 53%, а в специальных интернатах упало до 30%. Тем не менее, формы радикальной изоляции остаются. Многие группы национальных меньшинств диспропорционально диагностируются умственно отсталыми, а социально-экономическое неравенство создает барьеры к доступности образования.